В том, что в финальный этап пробились сильнейшие команды высшей лиги Б, сомневаться не приходилось. Красногорск, Калуга, Майкоп от западного дивизиона и знакомые по полуфиналу Тюмень, Барнаул и Стерлитомак от Восточного. Возможности привести финал в Барнаул алтайские волейболисты добились благодаря для многих неожиданной победе студентов в гостях в Стерлитомаке. Тогда подопечные Ивана Воронкова не оставили шансов хозяевам, выиграв у них в сухую 3-0 и лишив их таким образом домашнего финала. Полуфинал, конечно, был в Стерлитомаке сложный, но финальная игра была на уровне, не знаю, вообще лиги А, потому что Стерлитомак, конечно, не справился ни с приемом, ни с атакой. Проиграли, в принципе, наверное, даже везде. Первый игровой день показал. Болельщики соскучились по большому волейболу. Зал спортивного комплекса «Победа» был заполнен до отказа, а команды провели матчи на хорошем уровне. Несмотря на то, что многие приехали в краевую столицу в день игры. Стартовый матч подопечные Ивана Воронкова начали на полчаса позже из-за упорного противостояния в игре между Калужской Акой и Спортакадемией ВРЗ из Стерлитомака. Первым соперником алтайских волейболистов стала команда «Динамо МГТУ» из Майкопа. В первом сете студенты уверенно добились победы со счетом 25-19. Вторая партия также прошла с преимуществом барнаульцев и завершилась с цифрами на табло 25-21. Неожиданным стал третий отрезок встречи. Гости сумели стабильно сыграть на подаче и приеме. Именно поэтому победитель в этом сете определился лишь в самом его финале. Хозяева все же оказались сильнее 25-23. Университет победил в дебютной встрече 3-0. Не хватило, я не знаю. Просто концентрация, наверное. Потому что мы сегодня утром только приехали, и поэтому мы еще спим. Мы, в принципе, особо ничего не знали. Так, слухи просто, что нам говорили. Хорошая укомплентованная команда. В Высшую Лигуа выйдет единственный коллектив из шести команд по итогам двухкругового турнира. Второй финал пройдет по такой же системе. Его примет Красногорский «Зорки» как победитель полуфинала среди команд западного дивизиона. Именно этому коллективу многие отдают победу после двух финалов. Однако у университета есть все шансы ворваться в борьбу за путевку в Лигу рангом выше. Естественно, нужно максимально набрать очков. А максимально – это все пять побед. Это максимально. Но я так думаю, что по итогам, если первым, вторым, я считаю, что это будет хороший результат. Следующую встречу наша команда сыграет сегодня против «Нефтегаз» универа из Тюменской области. Начало в 19 часов. Дмитрий Гладких, Роман Хайрулин. Новости.